Для отказа от сигарет многим, особенно курильщикам со стажем, нужен повод. 21 ноября как раз такой день. День отказа от курения. В Центре здоровья поликлиники кардиодиспансера работает специальный кабинет отказа от курения. Вообще-то работает он ежедневно. Специалисты принимают всех желающих по предварительной записи. Но сегодня пациентов больше обычного. На приеме, в Центре здоровья регулярно, постоянно, всем курящим, из раза в раз, из года в год они к нам приходят. Мы говорим о вреде табакокурения и пытаемся повысить мотивацию, готовность пациента к отказу от курения. Медицинский специалист беседует с каждым обратившимся индивидуально. Затем пациент проходит обследование на специальных аппаратах. Врачи проверяют проходимость бронхиального дерева легких и насыщенность крови кислородом. Измеряют процент угарного газа в выдыхаемом воздухе. Вдох, выдох, вдох, выдох. С этой информацией помогают выбрать наиболее подходящий пациенту путь отказа от вредной привычки. Кому-то хватает и простой мотивационной речи, а кому-то требуется медикаментозная поддержка. Александр курит 55 лет. О том, чтобы бросить, думал не раз. Просто я сам по себе уже бросал. Не получилось. Лучше, конечно, под наблюдением врачей это все делать. Главное – решиться. День отказа от курения – отличный стимул начать новую жизнь без зависимости, угрожающей здоровью. И все же это не единственный день в году, когда можно завязать с сигаретами. Врачи Центра здоровья уверены – бросить курить никогда не поздно. Но лучше раньше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.